всем привет с вами я кира на и сегодня мы с вами поговорим о исторических методах мастурбации почему мастурбации контрацепции вот очень плохо что у меня на языке всегда слово мастурбация ребят я вам этого не желаю изначально я хочу конечно передать привет тем кто сделал репост прошедшего видео 18 плюс у меня со страницы вконтакте стас чернышов искандр аюбов андрей зубкус маша иванова вован александров андрей космин алексей мышкин татьяна вонтова от горбины мэн славик кивал извиняюсь если неправильно но всем вам я хочу передать огромный привет с воздушным поцелуем да друзья также и вы можете получить от меня привет в следующем ролике 18 плюс если делаете репост данного ролика у меня со страницы вконтакте и так исторические методы контрацепции много вы не слышали они видели это тем более вот сейчас я вам и поведаю все не так просто как сейчас при языке спиральки таблеточки а насчет последнего я вообще противница этого потому что таблеточки это же одна химия которая убивает организм и неизвестно какие последствия могут быть держитесь бабы не позволяйте мужикам расслабляться что ж нам пиздец мужики ну конечно сперма это же это же прям вау это божественно да как я люблю говорить вы же любите смотреть когда девушка следует сперму со своих губ а когда вы кончаете в киску как это приятно да когда вы кончаете в попку так это двойное удовольствие не слишком много удовольствия для вас а еще вот это вот вашу долбить в рот пока я не знаю зубы не выбить и что ли знаете что в древнем египте презервативом выступал крокодилей навоз да 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 говно понимать говно самое натуральное у нас походу везде говно впрочем ничего нового да мужики обмазывали свой член крокодилем говном и закладывали во влагалище тоже проходили говно и после этого занимались сексом именно в такие моменты наверное придумали анальный секс потому что там честное слово похуй принципе запах уже будет не ощутим да ну и в принципе если произойдет какая-то неожиданная ситуация тоже будет не понять потому что везде говно это все довольно таки хорошо но подумайте как это все происходило когда парень приходит к девушке они целуются обниматься и вот тут у них уже появляется какой-то пик да и вот им уже нужно заняться сексом так сейчас секунд секундочку я щас говно принесу сейчас вот на тебе говно вот давай суй а я помажу кайф да вот ну примерно так это происходило но как по другому а в древней греции предохранялись она будем говорить навозом слона вот и только подумайте где его взять это должен мужик запариться за несколько там часов до до полового акта и еще знать то что он у него будет потому что навоз должен быть наисвежайшим а помимо этого гречен очки знаете чем баловались они делали закладочку себе во влагалище во влагалище из пауков представляете настоящих пауков взяла пучка и и бежит быстрее к мужичку эх моряк ты слишком долго плавал едут паучка себе заложила ты не хочешь меня взять уже как это возможно чем паук а как его доставать оттуда потом паук он же там шевелится это наверное дополнительная стимуляция наверное кстати бабу так приносили себе удовольствие да у него же 8 лапок это стимуляция со всех сторон ну а мужик так присунет и присунет да правда ну пусть кончится а у меня тут своя развлекуха ну наверное как-то так это было но это серьезный реальный факт можете почитать в интернете в древнем китае внутрь водили ртуть представляете ртуть бабы себе вводили ртуть а в древней руси самый распространенный способ это спринцевание мочой партнера или заливка мочи партнера внутрь влагалище многие верили в то что если после полового акта в течение четырех дней жевать петрушку то никакой беременности не будет клеопатра же использовала губку с винным уксусом то есть перед половым актом она пропитывала губку уксусом и засовывала ее себе во влагалище бедные мужские члены мне их очень жаль ведь наверное жигло так не по-детски дальше женщины начали использовать кусочки мыла аспирина лимона но вы только представьте себе когда вы занимаетесь сексом а у тебя там кусочек мыло опера получается прям прям романтика слушайте прям а еще вот честно не помню где короче такой способ то есть ты только позанималась сексом встаешь на четвереньки ну вот так вот гуськом да и начинаешь очень-очень сильно чихать чихаешь такая вот все уже закончат и у тебя должно выпроснуться это и они чихали до тех пор пока у них не выпроснется все спермы то есть ну на стенках влагалища да конечно ничего не остается бла-бла-бла-бла а еще был такой способ после секса ходить гуськом в течение пяти минут вы представляете себе это зрелище только что позанимались сексом с бабой в принципе я вам рассказала самые необычные методы контрацепции я думаю вам понравился этот ролик и вы поставите под нему лайк а кто не подписан подпишется на мой канал твое буду любить и вдвойне и еще не забывайте вступать мою закрытую группу вконтакте from дом унижения 18 плюс а также подписываться на мой инстаграм все я вас люблю целую обнимаю обожаю вы мы самые-самые хорошие пока пока а